Сразу несколько наших подписчиков и зрителей указали мне на досадную ошибку, которая произошла в предыдущем выпуске в студии канала «Аспекты», когда я поименовал первую жену Радия Хабирова Светланой. Ну, конечно же, звали ее и зовут, слава Богу, не Светлана, а Лариса Лукьянова. И, коль скоро уж снова о ней зашла речь, упомяну, что именно Ларисе Лукьяновой приписывается роль человека, который буквально за руку привел Радия Фаритовича во власть. Так что уж не знаю, благодарить ее за это или проклинать. Напоминаю вам о насущной необходимости помогать нашему каналу. И, как мы уже говорили, хотелось бы, чтобы вы относились к этой помощи, как к покупке воскресной газеты. 100-200 рублей, перечисленные нашему каналу, для вас это чашка кофе, а для нас это продолжение нашей работы, как я смею надеяться, на пользу вам и на пользу нашему обществу. Ну и, конечно же, вы можете поддерживать наш канал немонетарным способом. Это ставить лайки, писать комментарии, распространять ссылки на наш канал в социальных сетях. Это законно, это безопасно, и это очень полезно для нашего продвижения, а значит, и полезно для нас вместе всех взятых. Безусловно, самым громким скандалом минувшей недели стала история с расследованием журналиста Рамиля Рахматова вокруг происхождения элитного транспортного средства в гараже ради Хабирова. Об этой истории написали многие башкирские СМИ, и уже некоторые иностранные СМИ упомянули об этом скандале. Действительно, история очень примечательная, и отдельно оговорюсь, что ее очень тщательно и качественно расследовал Рамиль. Как утверждает журналист, автомобиль Toyota Land Cruiser 300 в максимальной комплектации с государственным номером А300АА-02РУС находится на балансе государственного казенного учреждения транспортное управление Республики Башкортостан с декабря 2021 года. То есть, год с небольшим этот автомобиль находится на балансе гаража Белого дома Башкортостана. Стоимость этого автомобиля оценивается по-разному. Не удается полностью охватить весь список опций этого роскошного Land Cruiser, но эта стоимость где-то колеблется от 11 до 15 миллионов рублей по ценам 2023 года. Директор государственного казенного учреждения транспортное управление Георгий Иванов заявил на вопросе журналистов, что торгов по этому автомобилю не проводилось, и он не закупался за бюджетные средства. Но автомобиль, как выразился господин Иванов, находится в оперативном управлении транспортным хозяйствами. Довольно странная формулировка, согласитесь, да? Оперативное управление автомобилем. Далее выяснилось, что транспортное средство, элитный внедорожник, перешли в управление согласно договору пожертвования. Вот здесь начинается самое интересное. Договор пожертвования номер 42 от 15 декабря 2021 года. И жертвователем гаражу Радио Хабирова выступил некий благотворительный фонд «Добрые дела». Что это за фонд, стали копать дальше. Благотворительный фонд «Добрые дела» зарегистрирован всего лишь в 2019 году. Учредителем и директором является некая Альфия Рашидовна Терегулова. Выяснились и финансовые показатели этого фонда. В 2020 году был весьма скромный оборот у этого фонда всего лишь в 30 миллионов рублей. Но, например, за 2021 год, тот самый злосчастный 2021 год, когда фонд приобрел этот автомобиль, отчета в Министерстве юстиции фонда не предоставлено. Также известно, что в 2021 году поступление, денежные поступления в этот фонд составили 88 миллионов рублей. Когда были заданы вопросы госпожи Терегуловой по поводу приобретения и дальнейшего дарения этого автомобиля автопарку Хабирову, госпожа Терегулова заявила, что она попросту не помнит о такой безделице, как автомобиль за 15 миллионов рублей. Тут возникают вопросы. Первый вопрос. Кому еще из чиновников дарила госпожа Терегулова и ее замечательный благотворительный фонд «Добрые дела» подобные дорогие подарки? Еще вопрос. Кто является теми самыми жертвователями, которые пожертвовали свои средства фонду «Добрые дела» и насколько они отслеживали судьбу этих денег, чтобы они тратились целевым образом? Ну и главный, конечно же, вопрос. Дорогой Ради Фаридович, вам по-человечески не стыдно вот так вот жить и так себя вести в то время, когда жители, например, депрессивного города Агидели по призыву мэра этого же города собирают пустые консервные банки для того, чтобы налепить так называемые окопные свечи бойцам СВО, а полуслепые бабушки из Башкирии плетут маскировочные сети для того, чтобы спасти бойцов СВО от безжалостной бомбардировки нацистскими боеприпасами, бюджетники стонут от все возрастающих поборов и призывов раскошелиться в пользу мобилизованных, вы, Ради Фаридович, утопаете в роскоши, причем за счет неких благотворительных, беру это слово в кавычки, фондов. По-моему, это реально стыдно. В то время, как многие жители Уфы и других городов Башкортостана бесконечно долго ждут расселения из ветхого и аварийного жилья, тем временем чиновники Хабирова ни на минуту не забывают о своих потребностях, в том числе о потребностях в жилплощади. На минувшей неделе стало известно, что в распоряжении хозяйственного управления главы Республики Башкортостан находятся целых пять элитных квартир в жилищном комплексе «Трилогия» на улице Аксакова-2 в городе Уфе. Ну, это, знаете, такое прекрасное, замечательное строение, которое примыкает к отелю «Хилтон» рядом с памятником Салавату Юлаеву и Конгресс-холлом. Квартиры там не только шикарные, но и огромные. Одна из них, например, аж целых две тысячи квадратных метров. А общая площадь пяти квартир составляет четыре тысячи метров, то есть остальные четыре квартиры тоже не меньше пятисот квадратных метров. Только за содержание всего этого великолепия мы с вами из бюджета в год платим 3,6 миллиона рублей. Это только коммуналочка. В одной из этих квартир проживал ныне иноагент Мурзагулов и Ульян Катригубчак. Мурзагулов сейчас бежал за границу и теперь оттуда поливает воспоминаниями Радия Фаритовича. Квартира его, кстати говоря, вот эта выставлена на продажу. А в другой квартире, по неподтвержденным пока данным, проживал Александр Сидякин. Уж не в той или самой, которая на две тысячи квадратных метров. Ну, упомянем также, что господин Сидякин тоже теперь воюет с Хабировым, но пока еще из Москвы. Странно, очень странно, что госпожа Прочаковская там не проживает, но, видимо, ей не по рангу и ей скромно арендует номер люкс в гостинице «Айгуль», которая прямо напротив Белого дома, и очень удобно ходить на работу пешком. Кстати говоря, если кто-то знает, где еще кому, что из чиновников арендует наше хозяйственное управление, мы будем благодарны за информацию и будем понимать, сколько же бюджетных денег уходит на все это великолепие. Действительно, выбирается лучшее жилье, покупается, арендуется, платится совершенно бешеная коммуналка, и все это, напоминаю еще раз, все это за счет бюджета. Все это разрешено им оплачивать за, как говорится, народные деньги, потому что нет никаких государственных денег, как говорил Маргарет Тэтчер, есть народные деньги, есть деньги налогоплательщиков. У меня складывается впечатление, что очень плохо учился Радий Фаритович на юрфаке, ну а потом, соответственно, и плохо преподавал. Плохо учил своих студентов, иначе чем можно еще объяснить череду провалов главы Республики Башкортостан и его подчиненных юристов, которые в основном состоят из-за его же бывших студентов провалов именно на юридическом поле. Привожу два самых ярких примера этой практики. Дело с попыткой оспорить право строительства двух высоток в парке Гафури на месте Акафе с треском провалено Хабировым и его командой юристов. Более того, те решения, которые вынесли суды, теперь дискредитируют администрацию города. В общем, полный провал. Второй пример. Ну, на мой взгляд, наиболее яркий и такой личный. Если вот еще буквально год назад Хабиров кричал о том, что посадить бывшего главу Иглинского района, который там чего-то, по его мнению, незаконно получил земли и прочее, так вот, экс-глава Иглинского района начисто, вот, вчистую разгромил лучших юристов Хабирова во всех судах и инстанциях судов, не оставив ради Фаретовича даже надежды поделить нажитое непосильным трудом. И, собственно, вот эта вендетта закончилась полным поражением Хабирова. Я не знаю, чего уж они там делили и почему он так взъелся на этого экс-главу Иглинского района. Слово сказать, все вот эти несметные богатства и владения этот экс-глава Иглинского района получил именно тогда, когда ради Хабирова был главой администрации еще Рахимова. Такое ощущение, что юрист Хабиров толком в кодекс это никогда и не заглядывал, предпочитая верить, что суды и правоохранительные органы подчиняются ему просто по определению, потому что вот ему этого хочется, ему это положено. Вот есть такое ощущение, что у него такая иллюзия присутствует. Но нам же остается только развлекаться, наблюдая за этим бесконечным каитусом жаб и гадюк и злорадствуя в определенном смысле тогда, когда ради Хабиров в очередной раз подчеркивает свою квалификацию. На минувшей неделе в Уфе был открыт скорбный счет жертвам снегопадов и безобразий, бездействий чиновников администрации города. На Шумовцовском мосту в Уфе случилась трагедия. 58-летний пенсионер Владимир П. упал с моста и разбился насмерть. Очевидцы утверждают, что пешеход неудачно оперся на перила моста, а так как налить на вот этой пешеходной тропинке была настолько толстой, центр тяжести в этой ситуации меняется, и, соответственно, человек перевалился через эти перила и упал на железнодорожные пути и погиб. Те же самые очевидцы утверждают, что немедленно сразу после этого события на мост прибыли неотмаркированные рабочие и очень быстро, в считанные минуты, эту налить ликвидировали. Началась проверка и ожидание чиновников Уфы того, что все будет шито-крыто, наледи нет, никто ничего не видел, никто не докажет, к счастью, не оправдались. Уголовное дело было возбуждено, и вот на данный момент оно возбуждено, по статье 238 части 2 «Оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее гибель человека». Установлено уже доследственной проверкой, что налить и снежный покров на пешеходной тропинке по уровню превышал допустимый норматив, что, собственно, и явилось причиной, по которой погиб человек. Остается вопрос, кто теперь здесь ответит за это все? Ну, понятно, что сейчас будут искать крайних, значит, стрелочников, дворников, ну, в крайнем случае, какого-нибудь замначальника местного УЖХ, а вообще, по-хорошему, конечно, должна отвечать мэрия, и господин Мавлиев тоже должен отвечать, я объясню, почему. На самом деле, в нашей стране традиционно присутствует принцип единоначалия, он распространяется не только на победы, которые немедленно присваивает себе начальство и достижения, но и на провалы и проблемы. В данном случае Мавлиев виноват в том, что он не смог организовать работу жилищно-коммунальных служб города Уфы на том уровне, чтобы люди хотя бы не погибали. Это действительно его вина. Ну, безусловно, наверное, это не уголовное преступление, и вряд ли получится пересадить этого полумэра из велосипедного кресла куда-нибудь за решетку, но, во-первых, мы должны сделать выводы и понимать уровень администрирования Уфы, во-вторых, конечно, какая-то ответственность должна лежать и на господине Мавлиеве лично. Еще одно уголовное дело возбуждено в Уфе, и в этом случае уже по факту отключения коммунальных ресурсов. По факту отключения газа и, как следствие, горячего водоснабжения уголовное дело возбуждено против УЖХ Советского района. И здесь речь идет об отключении коммунальных ресурсов в домах по улице 8 Марта, 50 лет Октября и Менгажево. Доследственная проверка показала, что УЖХ Советского района не обеспечивало обслуживание газового оборудования, а просто предпочитало газ отключать жителям, чего, на самом деле, оно, по мнению правоохранителей, делать право не имело. Ну, вот такое вот ЖКХ по-мавлиевски. А еще у нас в городе небывалые пробки. Вот реально таких пробок не было никогда. То есть будет смешно звучать, но, как говорится, при Рахимовой и Хамитовой такого не было. Пробки реально десятибальные, стоят многие главные транспортные артерии города. Причина, в принципе, на поверхности в прямом и переносном смысле. Причина – это неубранный снег. Ну, вот, например, по улице Зорге, я лично столкнулся несколько раз с этим примером. От дворца спорта до автовокзала просто отсутствует одна из полос движения. Она полностью завалена уже слежавшимся прошлогодним, кстати говоря, снегом. Ну, даже начальник ГИБДД по РБ, господин Севастьянов, как-то высказался очень примечательно по этому поводу. Организовался аномальный снегопад. Он, в принципе, был недолгим, но успел выпасть большое количество осадков в виде снега. В результате те улицы, которые помогают нам разгружать основные артерии нашего города, все-таки на сегодняшний день остаются не готовы для того, чтобы спокойно функционировать. Господин полковник в свойственной военном манере попытался хоть как-нибудь оправдать вот этого полумэра за то, что он уже почти месяц не может убрать снег. Вспомните, когда был большой настоящий снегопад в Уфе. Ну да, на рубеже Нового года, а сейчас у нас уже конец января. Ну, собственно, это и есть та самая уборка снега по-мавлиевски. Она, в общем-то, характеризуется одним-единственным лозунгом «само когда-нибудь растает». Становится очевидным, что неспособность управлять городом господином Мавлиевым начинает потихонечку отлетать уже и Хабирову. На страницах соцсетей у Хабирова просто ад творится от жалоб на Уфимского мэра и уборку снега. И даже сотрудники Прочаковской не успевают вычищать эти жалобы. Процитирую вот два таких ярких примера. Например, про улицу Владивостокскую. Благодарные жители Башкортостана пишут Радио Фаритовичу так, цитирую. «Страшно ходить, а вертолёта всё нет». Ну, действительно, ходить по этой улице страшно, можно получить травму. Травмоопасность улиц зашкаливает. Травмпункты забиты, и там очереди людей упавших, подсказнувших, и что-нибудь себе сломавших или ушибших. В общем, вот как-то так. Ну, жалобы на заваленный снег во дворах. Это уже притча во языцах. Вот мне попалась на глаза жалоба жителей центральной части города, Ленина 162. Они пишут, что у них доходят уже до рукопашной между жильцами дома в борьбе за место для парковки, потому что весь двор засыпан снегом и льдом. Ну, просят что-нибудь сделать. Судя по всему, месяц-другой и действительно начнёт таять само. Улица Комсомольская, два ряда, нечищено снега. Сколько денег вложили в улицу Комсомольскую, сколько миллиардов для того, чтобы сделать парковку, которая не чистится, и машины как стояли в один ряд, еле-еле в полтора, так и стоят. Вот вложенные миллиарды и эффективность от вложенных миллиардов. Один снег. Вон, сейчас шарахнется машина ещё. В полтора ряда все крадутся, всё битком. И не проехать, не пройти. Товарищ мэр, когда вы почистите улицу коммунистическую, чтобы она хотя бы нормально ехала после реконструкции? Вот сколько я еду, вон, снег, снег, снег. То есть половину улицы занимает вообще просто неубранный снег. Вот такая ситуация на Комсомольской. Не первый раз, но настойчиво делаем вывод, что весь этот ужас в городе Уфа творится по одной единственной причине, по крайней мере, очевидной. Городом управляет не управленческая команда и мэр, а некий эстрадный коллектив из Нефтекамска и сын друга Хабирова. Вот в этом вся причина. То есть если вот эти две переменные поменять на что-то более достойное, возможно, что-то поменяется. Ну, стоит, правда, задуматься и о том, кого нам подсунет в следующий раз Хабиров, когда окончательно убедится в том, что Мавлеев его подставляет и дискредитирует, ему придется кого-нибудь там поискать на замену. Ну, как уже понятно, дети, друзей, земляки и душевные друзья уже были в этом ассортименте. Может быть, Хабиров предложит своего повара, может быть, водителя, а может быть, он поступит, как римский император Нерон поступил со своей лошадью, Нерон привел лошадь в Сенат и объявил ее сенатором, а Хабиров может, например, свою любимую собаку назначить мэром Уфы. В принципе, эффективность будет примерно такая же, как сейчас. На минувшей неделе стало известно, что в населенном пункте под названием Кормоскалы в Башкирии закрывается школа номер 2. Впрочем, школу номер 1, там же, в Кормоскалах, уже закрыли, и дети учатся в местном кинотеатре. Жители Кормоскалов в шоке от закрытия обоих школ населенного пункта, а директор школы номер 2 Дмитрий Климкин в знак протеста написал заявление об увольнении. Впрочем, наше Министерство образования утверждает, что обучение детей в непрофильных и неприспособленных помещениях вполне допускается нынешними стандартами. Ну, в принципе, так мы можем до многого договориться. Можно их быть, их и в хлеву разместят, и там тоже Министерство образования сочтет возможным учить детей. Ну, в общем, вот такая совершенно катастрофическая история случилась в Кормоскалах. А вот ученики школы номер 1 в городе Уфе не пошли в школу вовсе по другой причине. Не потому, что ее закрыли, слава богу, она новенькая, отремонтированная, а потому что школа радушно встречала министра образования Айбулата Хажина. Известно, что Хажин не переносит детей и их шума, и было принято мудрое решение учеников 5-10 классов на время визита вельможного министра оставить дома. А учителям, кстати говоря, запретили пользоваться гардеробом, потому что, видимо, в этом гардеробе, в гордом одиночестве, должно было висеть пальто его сиятельства Айбулата Вакилыча Хажина. Вот такие вот байские замашки очень быстро передаются от старшего начальства к младшему, и вот Айбулат Хажин таким образом посещает эталонные школы номер 1 и номер 2 в городе Уфе, а про школу в Кармаскалах он предпочитает просто не вспоминать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова